всем привет традиционный воскресный стрим не традиционно чуть раньше я его начал просто воскресенье совсем мертвый день подождем когда народ присоединится хотя в принципе пока народ присоединяется многие записи смотрят все равно поэтому я там какие-то вопросы есть у меня на политические темы это бегло бегло очень пробежался но я сейчас про другое хотел кто про что прошел и про баню значит у нас очередной высер у нас казалось бы это так скучно так избит а тем более когда это десятками десятками лет обсуждается я вот с 2006 года я имею ввиду конфликты между фпр и альтернативой если вдруг кто-то ну бывает у меня подписчики совсем к спорту никакого отношения имеют больше там про политику там или что-то такое интересует их в двух словах буквально федерации пауэрлифтинга россии считает эта федерация он и по нашему законодательству это исключительно совковое правило по нашему законодательству государство признает квази государство наше признает только один вид спорта то есть вот хотя есть исключение там в единоборствах и велосипедах дофига есть нарушений но у нас вот так у нас как бы пауэрлифтинг только одну федерацию государства признает и казалось бы хрен с ним и признает она не признает разница только в том что тренером федерации пауэрлифтинга россии платят деньги и огромное число чиновников минспорте конечно возле этого корыца хвостиками крутят и хрюкает там в этом корыце другой разницы нет но фпр как бы постоянно у них же отток происходит потому что начиная с 2003 года у нас альтернатива 20 лет в этом году арте альтернатива пауэрлифтинге и огромный просто огромный отток но с другой стороны это и была огромная реклама огромная раскрутка если раньше там на турнирах собирались там 50 60 100 там каких-то непонятно спортсменов то сейчас их может собраться там до двух тысяч даже больше уже рекорды по моему били и в рпф и спр и на по моему били рекорды и как бы понятно что раскрутка но вот это вот убожество под почему божество потому что сейчас но раньше постоянно фпр значит заряжала что вы не настоящий к слову я уже говорил неоднократно что нигде в мире этого нет настоящие не настоящие спортсмены просто в америке допустим их по моему около 30 было еще 28 было лет пять назад наверное сейчас я не знаю сколько федераций и как бы спортсмены идут просто на организатора то есть они знают там вася пупкин проводит хорошо турнир они идут под какими тремя буквами хоть под это под хер проводить без разницы абсолютно xpc ипл рп рпс дпф дпс 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 огромный какой-то бесконечный успей огромное какое-то успел огромное количество каких-то федераций и спортсмены просто выступают и как бы не заморачиваются но это не в нашей стране в нашей стране если ты выступаешь фпр других ты не имеешь права поэтому я как человек который больше 20 лет провожу только в россии я не говорю о том что я там с 87 года начал уже участвовать и организовывать турниры во всяком случае помогать 87 года как бы в нашей стране все по-другому у нас если фпр не имеешь права участвовать в альтернативе поэтому на мои турниры постоянно прям вот всегда приходят спортсмены которые просят вы пожалуйста меня запишите под другим именем потому что мне там будет штраф потому что мне там дисквалифицируют на один-два года и все прочее вот это придется и вот из-за чего я опять обратил внимание мне подписчик скинул я почему удивился потому что это каменскуральский ну казалось бы то вот такое село где-то в свердловской области просто совсем маленькая лично для меня каменскуральск каменскуральск ассоциируется только с одним спортсменом с колей пышминцев это один из сильнейших жимовиков россии и вот он с этой деревни и вот он там пожарником много-много лет работает и много много лет мы по всему миру ездили колесили выступали это была и англия это было и сша это и во флориде мы с стекались и softlex city он выступал неоднократно и на олимпии он выступал арнольд классика это не помню по моему не было но в англии точно мы вместе выступали и и здесь конечно на соревнованиях на местных на золотом тигре он никогда не пропускает он всегда выступает лучший результат его был 390 килограмм это еще без учета вот этих экстремальных маяк это обычные там двуслойки причем что было комично он из этой двухслойки это просто единственный спортсмен уникальный так и был он вырезал ворот потому что он ему мешал опускать а ворот это самая-самая основа то есть ну настолько вот крупный здоровый спортсмен настолько у него силища огромное что ему даже экипировка по большому счету не нужно он с ней выступал и вот вырезал этот основную часть рабочую и жал в этой майке ну так вот каменс куральский мне скидывают справедливость восторжествовала липовых чемпионов всяких различных мира европы и международных по понаделали и людей обманывают повсеместно куда прокуратура смотрит в нашем городе таких найдется немало не говоря о тех кто весит кто висит нас на стенде в спортивном музее а где же еще рязанов владимир мсмк черня его ольга мсмк причем ежегодно проводится в течение десяти лет чемпионаты первенства города памяти ольги ивановне я так понимаю ольга ивановна это черня его мсмк я так понимаю что наверное ее уже нет живых и вот эти мрази сейчас пытаются добиться того чтобы их вынесли из музея славы спортивной славы сука я читаю даже лет вот не верю тому что я читаю представляете насколько надо быть мразями безмозглыми даже умерших ковыряют потому что они выступали в альтернативе значит они не настоящие спортсмены значит их нельзя музей славы запихать вы такое по повесить вы можете такое себе представить вот клянусь я первый раз таким я со всякой мерзостью стал особенно с фпр там всякая мерзость была на протяжении многих многих лет не срывали турниры мне срывали эфиры я помню коммерческий турнир проводил в уфе под эгидой министерства спорта там ребята договорились местного башкортостан и они мне предоставили эфиры сами приглашали я приезжал я рассказывал причем там очень хороший призовой фонд был это какой-то 11 или там 13 14 я два раза проводил не помню в какие года и вот представляете в какой-то момент они звонят вы знаете с министерства спорта с пауэрлифтинга позвонили сказали немедленно там вы не имеете права их поддерживать вы не имеете право до предоставлять им площадки информационные а мы проводили прям в огнях уфы и это самое крутое здание буфе там центры с музыкой с этими там как они называются вот эти вот дуду как они рады дуки это по моему этих армян ну короче вот это вот палочка свистящие у меня есть подаренная я говорю мне друг помогал игру это обязательно нужно быть ты чё какой башкирий праздник без без вот без вот этой вот дуточки короче очень круто было и вот они раз раз и все нам запретили таких миллион было просто блин все не вспомнить мы начиная там вот с шестого года я в альтернативе с десятого мы организовали свою федерацию и вот с десятого года мы бодались это просто какой-то жить было но вот ничего не не меняется представляете мрази мрази остаются мразями их вот больше всего волнует кто висит в спортивном музее славы потому что они не настоящие почему они настоящие думаетесь потому что минспорт их не признает а признают только минюст вот блин бред чувствуете этот этот шаг отсюда вот это вот весь бардак который у нас происходит вот это вот все что в стране у нас происходит именно отсюда так что вот и сразу около спортивная тема просто в политические по потихонечку заходим в гадость в мерзость в это не люблю конечно но но вопросы все время по политике в основном значит зачем путину выборы и вот я параллель провел с императором нейроном он сейчас очень похож кстати на него значит ну был такой император нейрон он известен был своим самодурством и он был большой фанат олимпийских игр кроме того что он считал себя там и чтецом на олимпийских играх раньше были чтец и там и певцы декламировали что-то они там значит сейчас я найду к моменту управления нейрона олимпийские игры превратились чуть ли не в фарс или шоу дух здорового соперничества это опять же попытайтесь аналогию провести знаете с чем с ночная лига да кажется называется где наш президент забил что-то там восемь или девять голов помните да было же дико смешно да когда вы смотрите и вот вы спрашиваете зачем ему выборы эти для чего ну блин тут и выиграешь понятно что тебе там 80 процентов напишут и нарисуют зачем тебе выборы и вот к моменту управления нейрода олимпийские игры превратились чуть ли не фарс или шоу дух здорового соперничества постепенно сменился атмосферой зависти недоброжелательности и интриг каждый хотел любыми способами стать олимпи олимпиоником и отхватить кусочек народной славы император нейрон на олимпиаде 67 211 по счету тоже потому что кто-то думает что у нас 30 олимпийских игр всего было тоже захотел такой славы и получил и ирон распорядился к слову можете еще параллель провести с саддам чекам которому там сколько 67 орденов там понавешали это из той же нормальному здоровому человеку говорит зачем вся чечня зачем но это же понятно что это какой-то бред какой-то сивой кобылы сопляку какому-то навешивать ордена причем навешивают президенты там как они там председатели там каких-то там огромных республик там главы казалось бы да нерон распорядился полностью заменить программу соревнований появились турнира которых прежде не слыхали нерон считал себя причем совершенно напрасно величайшим актером и певцом в этом направлении была усовершенствована программа посчитав культурную славу недостаточно император нерон приказал провести отдельную гонку на колесницах чтобы показать всему миру какой же все-таки он спортивный спортивно идеальный у нас есть такой президент спортивно идеальный в качестве льготы действующему императору нерон разрешил себе запричь свою колесницу аж 10 лошадей в то время как остальным агитатором разрешалось воспользоваться только на бигой колесница запряженная парой лошадей для двойной перестраховки и дабы обезопасить себя от случайностей за несколько минут до начала забега он запретил выставлять против себя хоть хотя бы одного соперника в гордом одиночестве под вопли толпы и он проехал несколько кругов на колеснице но закончить под вопли толпы обратите внимание толпа не меняется бараны как были так и остались они никуда не деваются в гордом одиночестве под вопли толпы он проехал несколько кругов на колеснице но закончить гонку так и не смог потому что был безобразно пьян нерон однажды нерон однажды Каждый даже выпал из колесницы и сошел с дистанции. Рабы подхватили храпящего императора, едва не упавшего под колеса экипажа, и отнесли отсыпаться. Под император, пока император спал, победителем всех без исключения турниров был объявлен нерон. Это вам касательно вопроса, зачем ему все это надо. То есть говорят, ну блин, да нет, да он-то все понимает, он просто не в курсе. Поэтому такое происходит в стране, он просто всего не знает. Вот вам, пожалуйста, это нерон. Ну как бы это мягкое нерон. Мы сейчас еще перейдем в более жесткий, потому что следующий вопрос у меня был. Так, где же тут зачем-то? Ладно, мы плавно перейдем, у меня тут другие вопросы. Зачем нужна оценка культа личности и сталинизма в масштабах государства? Ну, как бы, кому нужна оценка культа личности? Сменяющейся власти. У нас был Сталин, потом прошел 20-й, кажется, партсъезд, да, где объявили культ личности, где объявили, что Сталин был нероном, грубо говоря. И все, и стали все кричать о том, для чего? Для того, чтобы мы не те, мы не такие, мы другие. Но пришли те же самые. Пришел Хрущев, тот же самый, он ГПК перед ним танцевал, перед Сталиным. И потом стал главой. И на какое-то время, значит, Сталина прокляли. Ну, ровно до того момента, пока его не сменил Брежнев. Как только сменил Брежнев, начался период застоя, и про него потихонечку забыли. На весь период до конца СССР. А потом пришел у нас другой фюрер, и началось опять возрождение. Опять про Сталина стали говорить, и не такой уж он плохой, вернее, он совсем неплохой, и он вообще офигенный. И самое любимое выражение у нашей толпы, вот этой, Сталина на вас нет. То есть, нам кнут нужен, мы сами его выбираем. Так что, для чего сейчас только закончится правление Сталина, пройдет какое-то короткое время. Понятно, что на его замену тоже придет такой же фейсбышник, но я думаю, что ненадолго. Но я как бы не вангую, просто я предполагаю, я смотрю на историю, то что было. Просто оглядывайтесь, читайте, смотрите. Как любит, кстати, Путин очень оглядываться назад, про печенегов, про половцев рассказывать. Вот, оглянитесь на историю, вы посмотрите, что все повторяется, и повторится этот культ личности. Ну, теперь уже не Сталина, а Путина. И опять на какое-то время. А потом начнут ему памятники херачить. Прям я вообще не сомневаюсь в этом. Время пройдет, когда забудут про всех отравленных, убитых, истерзанных, задушенных и выгнанных из страны. И опять начнут возносить его. Потому что память, память у народа, как у рыбок, аквариумных, так от одной стенки до другой. Три секунды, за три секунды все обнуляется, и они по новой верят в светлое будущее. Что будет когда-то хорошо, хотя оглянитесь назад, было когда-то вам хорошо? Никогда не было. Потому что у нас такое государство. Это я где-то вопрос был на эту тему, и я отвечу сейчас попозже на него, чтобы не повторять сейчас. Можно ли... А, вот, следующий вопрос. Можно ли избежать инфляции 2000%? Можно ли было избежать инфляции 2000% в начале 90-х? Я думаю, что нет. В нашей стране нет, потому что у нас составляющая коррупционная. У нас чиновники... Оглянитесь, там, на 200 лет назад, по-моему, Салтыков Щедрин, по-моему, да, когда у него спросили, ну, как там в России, воруют. Воруют, ничего не меняется. Вот, 200 лет прошло, ничего не поменялось. Как воровали, как и будут воровать. И это не правители, это не тот, что сидит над нами, все время говорит, вот там, при Сталине. А кто, как Давлатов говорил, а кто при Сталине писал эти 4 миллиона доносов? Кто их написал? Народ наш написал. И сейчас опять начал то же самое повторять. Поэтому то же самое при Путине. Кто издевается, вот сейчас, над этой, над художницей, которой там дали 7 лет за то, что она там 5 стикеров заменила на антивоенные какие-то за мир там что-то. Она там написала, я даже не знаю, что 5 бумажечек ценников она поменяла. 7 лет, блядь. 7 лет, сука. Кто это делает? Ну это же мы. Мы же садим. Что там, Путин звонит? Кто там циники менял? Какая художница? Ну-ка, блядь, залепите-ка ей там по максимуму. И у нас сейчас один в один, я постоянно повторяюсь. Ты при Сталине, когда сидели, 37-й год. Ты за что сидишь? Ни за что. Не ври. Ни за что. Дают 10 лет, а тебе дали 25. Так что вот, Карамурза уже 25 у нас получил. Все нормально. То, что я вам говорил несколько лет, что вернемся прям в Северную Корею. По прямую. И по поводу Северной Кореи, это отвечая просто на вопрос, можно было избежать, нельзя было избежать. Потому что воруют, потому что у нас коррупция. И любые самые идиотские законы примут, и самые идиотские решения суда. Все будет приниматься, потому что коррупция. И что-то у меня тут пометка о Северной Корее. А, это был следующий вопрос о ЛГБТ. Отвлечение внимания закона об ЛГБТ. Ну, то есть, да. То есть, люди уже начинают понимать то, что я им говорил все время. По-прохомски. 10 пунктов отвлечения внимания там существует прям, по-моему, первым пунктом. Поэтому, да. Для этого. А других вариантов нет. Но есть еще другой. Другой вариант. Я сейчас на нем оставлюсь. Ну, то есть, если кто не знает, буквально пару дней назад Верховный суд принял закон о запрете ЛГБТ-сообществ. Причем, такой, прям он как был при Советском Союзе. Тогда было за мужеложество. Прям срок реальный. И сейчас будут реальные срока. И если вы думаете, что это просто так, то у нас тюрьмы забиты, знаете кем? Верующими. Свидетелями Иеговыми. Потому что их признали экстремистами. И стали закрывать просто сотнями. Сотнями у нас тюрьмы забиты. Свидетелями Иеговыми. Я с ними общался. Я-то, вы знаете, да, что вообще не верю ни во что. И я понимаю, что это идиотские сказки, в которые народ любит верить. Но закон сейчас на стороне православной церкви. И поэтому на стороне РПЦ. И поэтому им не нужны конкуренции. Вот то, что я вам рассказывал в ФПР. На стороне ФПР у нас закон стоит. И он гнобит альтернативу. Параллель провожу вам. Ассоциативный ряд. На стороне РПЦ у нас стоит закон. Поэтому все. А свидетели Иеговы, чтобы вы знали, признанные экстремистскими, да. Это абсолютно один в один. Те же самые православные. Все то же самое. Они читают те же книги. Они знают наизусть. У меня просто знакомые были. Я сталкивался. Они знают наизусть все эти законы. Все эти писания. Единственная разница. У них в своей церкви они не признают икон. И они не признают провайдеров. То есть попов вот этих мужиков в женских платьях. Они их в золоте обвешаны все. Они их не признают. Они считают, что с Богом можно общаться напрямую. Других нет вообще причин. И их признали экстремистами. И всех нахрен пересадили. Кто не успел из этого свалить из страны. Сейчас с геями будет то же самое. То есть они уже готовятся. Они уже бегут. Они там кучкуются. Они помогают друг другу эвакуироваться. Потому что их начнут сажать. Не потому что они в жопу долбятся. А потому что... Хрен знает почему. Я объяснил почему. Да. Еще. Продолжение этой темы. Значит. Зачем это делается? Помните недавно у нас преследовали евреев? Ну как бы как недавно преследовали? Их начали уже преследовать. У нас чуть ли не дело врачей опять повторно. То есть эти волны были всегда. Ночи длинных ножей. Я не знаю. Какие-то черносотинцы устраивали. Потом в 37 году. Потом уже перед самой смертью Сталина закрутили дело врачей. И начали опять евреев щемить. Но он вовремя умер. И все как бы сдох я бы сказал. И на этом все закончилось. А в принципе евреев преследовали всегда. И где их в первую очередь преследовали? Где 6 миллионов уничтожили? В фашистской Германии. В нацистской Германии. Ну нам легче говорить фашистской. Фашисты уничтожили. 6 миллионов. По-моему из всего 8 там что ли. Что-то такое. В первую очередь они уничтожали евреев, геев, цыган. Ну и еще умолшенных. То есть вот этих больных людей в психиатрических клиниках. Они их уничтожали. Всех остальных отправляли в концентрационные лагеря. Где или они просто подыхали там от голоду. Или их утилизировали. Жгли в печах. Ну так вот. Преследование гомосексуалистов в нацистской Германии. И Холокост. После возвышения Адольфа Гитлера. Гомосексуалисты в меньшей степени лесбиянки. Были двумя из многочисленных групп. На которые нацелилась нацистская партия. И в конечном итоге они оказались среди жертв Холокоста. Начало в 1933 году. Георганизации были запрещены. Научные книги про гомосексуалистов и сексуальности в целом были сожжены. И гомосексуалисты в нацистской партии были убиты. Гестапо составило списки гомосексуалистов. Которые были вынуждены сексуально соответствовать немецкой норме. В период с 1933 по 1945 год. По оценкам 100 тысяч человек. Были арестованы как геи. Из которых около 50 тысяч были официально осуждены. Большинство этих мужчин отбывали срок в обычных тюрьмах. И по оценкам от 5 до 15 тысяч приговоренных. Были заключены в нацистских концентрационных лагерях. Не ясно сколько их от 5 до 15 человек в конечном итоге погибло в лагерях. Но ведущий исследователь Рюдер Клотман считает. Что уровень смертности геев в концентрационных лагерях и так далее и тому подобное. Смысл вы поняли. У нас только что были события в Дагестане. Где гонялись за евреями. Сейчас начали гоняться за гомосексуалистами. В этот же список я так понимаю скорой. Украинцев включат и цыган наверное я думаю. Ну цыган уже, украинцев уже включили. Но пока не по окончанию фамилии. А просто начнут выявлять как было в 37 году когда-то. Как вы относитесь к Кришнаидам? Как к верующим? Да никак я к сказочникам, к верующим в сказки не отношусь. Ради Бога. Хотите верить в язычники деревья? Как там ветер, ветер ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Хотите с ветром разговаривайте. Хотите разговаривайте с деревьями, с камнями как язычники. Хотите как христиане разговаривайте с иконами. Пусть они у вас там мироточат, плачут, прислушиваются к вам. Хотите как мусульмане к Корану обращайтесь. Хотите как свидетели Иеговы напрямую обращайтесь. Как хотите. Хотите буддизм, кришнаидство, во что угодно. Ради Бога ваше дело. Самое главное, чтобы наш президент это вам разрешил. Если он это не разрешит, значит вас посадят. Поскольку вы экстремисты будете объявлены. Как уже почти объявлен я. Так, сейчас я посмотрю, что у нас здесь. Это я. Еще не открыл. Привет, Георг. Ната, добрый день. Год назад травма была, растяжение задней поверхности. Все прошло за неделю, а сейчас стало проявляться при растяжке. Какое средство хорошо поможет? Отказ от стретчинга не подходит. Растяжение. Ната, знаешь, вот как бы, я уже объяснял, по-моему, рассказывал. Знаете, раньше резинки от трусов были. Они и сейчас есть. Ну, в детстве там у нас, да. Вот так возьмите эту резинку, так сильно растяните. Сильно прям до упора. И потом отпустите. И она будет вот такая вот. Она была ровненькая такая вот, да. А будет вот такая вот, волнистая вот такая вот. Вот это растяжение. Вот оно там. Я просто не верю. Ну, единственное, что я могу подсказать, это залечивание, это гормон роста подойдет. Анаболические стероиды я не имею права предлагать вам в качестве панацеи. Ну, и гормон роста, собственно, уже не имею. И ФР1 разрешен. Пожалуйста, обращайтесь. Я помогу приобрести. А так, ну, блин, надо просто поберечься и все. И она потихонечку-потихонечку восстановится сама. Вообще организму надо давать возможность восстанавливаться самому. И будет вам счастье. Как относитесь к Кришнаидам, я ответил. Гитлер вроде тоже сам был геем. Ну, я не знаю. Ты знаешь, Александр, есть ли копаться? Кто сейчас гей? Ну, так у нас председатель Думы гей. Как бы все попсовое сообщество наше, все наши певички, певцы, там, или одни, или другие, или к одним относятся, или к другим. Я вот на шамана смотрю, у меня первое ощущение, что он гей. Как бы, причем такой прям самый-самый ярый. Поэтому невозможно. У нас Чайковский был, как бы, Фредди Меркури, который вы слушаете. Там какой-то невероятно огромный список. Не то, что я топлю за геев. Я всегда был против пидора. Но в каком смысле? Они не должны это рекламировать. Я уже говорил неоднократно. Дома, в ванной, при выключенном свете, можете трахать даже своего хомячка. Главное, чтобы вы потом не выставляли это на показ, не выставляли это нормой, говорили, что это норма. Понимаете? Все равно это не норма. Ну, поэтому, а так рождаются люди разными. Вот есть у нас огромное количество алкоголиков, какие-то идиоты. Постоянно говорят, ну, разные, конечно, но очень огромное, просто огромное количество алкоголиков, которым генетически это передалось. Они ничего с этим сделать не могут. Они алкоголики, они родились такими, с геном вот этим, с каким-то там искореженным. Хотя говорят, да нет, да можно заставить, да можно бороться, да у вас силы воли нет. Это бред. Это болезнь. Попробуйте, блядь, вы бороться с раком. Вот просто силой воли такой, блин, нет, все, я побежу, рак. А все средства, которые борются с алкоголизмом, они не годятся. Ни кодирования, ни вшивания там этих ампул, ничего, оно не годится. Это не работает все. Поэтому, нужно терпимее к этому относиться. Главное, чтобы ты не орал на каждом углу, что алкоголь это здорово, это классно. Хотя, во всем мере, во всем нужна мера, во всем абсолютно. Поэтому, вот, мой ответ такой. Здравствуйте, будет прямая речь с президентом. Какой вопрос бы вы задали? Я? Я думаю, такой же, какой задали бы полстраны, когда ты, сука, уйдешь. Ну, какой ему еще вопрос? И причем, я знаю даже ответ. Ответ будет на 15 минут, и вы забудете, что вы спрашивали. Потому что он так научился балаболить, так научился языком. Мне кажется, он языком, знаете, как проститутки иногда в видео показывают, шнурок вот так засовывают, и вот так, и выплевывают узлом завязанный этот шнурок. Я думаю, что он гораздо лучше. Он морскими узлами разными завяжет этот шнурок. Вот шнурок я бы ему засунул. Виктор Андрей, приветствую. В альтернативных федерациях немало зарубежных и турниров, и участников. Для бюрократов ФПР недостижимо. На последнем турнире в РПФ в Долгопродном было 7 человек из Индии. Самый старший из них, 56 лет, тянут 240, ВК с весовой категорией 100, не снимая челмы, колоритный тип. Я об этом тоже, Виктор, постоянно говорю. Вот сейчас, в данной ситуации, у ФПР вообще полный тупик. Смотрите, Федерация Пауэрлифтинга России, это отпочкованная от ИПЛ. International Powerlifting. Федерация, которая международная. Которую они представляют. Но эта федерация их дисквалифицировала. Я так понимаю, на десятки лет вперед. У них нет никаких связей с ней. То есть, международной федерации нет. Никаких международных стартов нет. Конечно, можно сейчас, как они делают, приводить белорусов и объявлять международный старт. Но даже из видосов, которые Дмитрий Спиридонов часто снимает и показывает ведущих спортсменов, даже они все говорят, мы не видим смысла выступать, тренироваться. Потому что стартов нет, чемпионатов Европы нет, чемпионатов мира нет. Есть какое-то ипанное содружество, турнир содружеств. Ну, какой-нибудь бред, типа День независимости. То же самое, шизофазия какая-то, словоблуд какой-то абсолютный. Поэтому у них нет никаких перспектив от слова совсем. Но народу много не надо. Вот ему не надо. Вот, понимаете, если фанат Спартака, даже если этот Спартак будет проигрывать там 20 матчей подряд, они все равно будут на него дрочить. Потому что, ну, блин, вот это наше, это наше говно. Поэтому мы будем гордиться этим говном, который у нас есть. Но, мало того, они еще бросаются в других этим говном, понимаете. Я же, вы же не слышите, нигде, чтобы альтернатива что-то там задвигала про ФПР. Нахер они нужны? Зачем? Они неинтересны. Вот в нашем городе они есть. Я никого не знаю. Я недавно узнал, совсем недавно. У нас же, я уже рассказывал про наш ФПР, это вообще просто, это просто картина маслом. Просто был когда-то председатель федерации Андрей Мороз. Мой друг, хороший парень. Ну, такой очень глуповатенький, такой обычный хохотун, там, бодрячок. Часто выпивал, там, часто пил пиво. Пивом его поила его жена, которая торговала этим пивом в ларьке. И потом он стал, он сделал в тяжах, он сделал международника. Это был единственный международник, и его поставили председателем федерации города. Ну, как бы и было, был. И он взял, и бухгалтерам к себе, поскольку она на пиве научилась пену снимать и считать деньги, они взяли ее к себе. Такая полная женщина, неопрятная такая была. Сейчас я ее не видел уже, слава богу, лет 15. И вот она стала рулить этим, этой федерацией. Много лет уже, ну, я не знаю, сколько уж. Лет 7 наружу, там, может быть, 10, я не знаю. Туда устроила папу, маму, туда кем-то, уборщица, и парковку какую-то, какое-то ИП там маленькое устроили, там они зарабатывали деньги. Но потом все-таки надоело, и, видимо, там, я не знаю, кому ее уволили. А тут я узнаю, буквально неделю назад узнаю, оказывается, ее вернули, потому что ее неправильно выгнали из председателя. И она добилась того, чтобы ее вернули обратно. И сейчас она опять рулит ФПР. Вот это ФПР. По стране то же самое. Просто то же самое. Я их всех знал же еще. Я знал председателя ФПР еще Богачева. Мы съездили на турниры, там, в самом начале нулевых еще, там, Чехию и Словакию. Папки собирали для того, чтобы, ну, по 100 долларов скиньтесь, с нами вот председатель едет, и, может, там дорогу надо оплатить. Так, ну, ладно, на, блин. Причем ветеранскую, я по ветеранам выступал. А потом он майки эти набирал, жимовые, напихивал себе в сумку, вез и продавал. Ну, бизнес у него такой маленький прям был. При этом он не скрывал, что Федерация Пауэрлифтинга для него это нагрузка. Потому что он занимался тяжелой атлетикой, руководил всей тяжелой атлетикой. Забыл его имя, отчество, ну, и не суть важна. Вот это Федерация Пауэрлифтинга России. Это просто, вот они ко мне шли, я вам рассказывал, просили договориться. Я тогда знал этого, уже не помню, председателя этого, заведующего ЛАБы, которая доп.контрольница. Потом следующий Родченков пришел, а у Родченкова я покупал стероиды. До этого несколько лет уже. И они мне просили, иди договорись, чтобы вот это, мы же раньше жили, мы же договаривались всегда по поводу допинг-контроля. Чего он с нас брал раньше по трешке, а сейчас шесть зарядил. Ну, иди там хотя бы на четыре, мы же там откаты, мы же там все договоримся. Вот это вот наш Минспорт был. Поэтому вот Федерация Пауэрлифтинга России, ну, это просто какая-то, я даже не знаю, с чем сравнить. Просто какой-то, какой-то дутый мыльный пузырь. Мыльный пузырь. Нет такой, блин, организации-то нормальной. Потому что нормальная федерация может отправить своих спортсменов за границу на турнир. Вот мы можем, любая альтернатива может отправить на турнир, может пригласить на турнир. ФПР такого не может. Они и сами не могут. Даже втихаря, даже спортсмены отдельно, индивидуально не могут поехать на какой-нибудь турнир за границу, потому что сразу получат дисквалификацию и штраф они еще недавно тут ввели. Не просто на год-два его дисквалифицируют по первому разу, а потом по жизни. Или там еще там на два года. А еще и штраф должен внести, чтобы потом опять выступать нашей замечательной федерацией. И вот эти вот мрази пытаются что-то там вычищать. Ну, это, кстати, я уже говорил об этом неоднократно. Вот у нас турнир Жени Гуляева в Челябинске уже 10 лет проводится. Они же добились, чтобы альтернативу туда не пускали. Альтернатива проводит турнир спортсмену, который, по-моему, пару раз, что ли, выступал на... Я смотрел в Алповаре. По-моему, пару раз, что ли, он выступал по ФПР. Он в альтернативе всегда выступал. По Стронгам выступал. Везде выступал, где угодно. И он был наш друг. Так эти мрази, вот эти вот Мразевичи, вот эти Козелевы, которые там сидят, и председатель, вообще не знаю, я их путаю. До этого, конечно, был вообще чудесный. Он был, мне был интересный. Сейчас я даже не знаю, кто. А тот вот, хочешь получить мастера спорта для своего ученика, найдешь деньги. Не хочешь, значит, ничего страшного, останется без корочек мастера спорта. Это председатель Федерации ФПР говорил. Забыл, как его фамилия, и нахрен он мне нужен. Ну вот, я затянул, как обычно. Сейчас я... Андрей Стрижков. Вечер добрый. Андрей, президент сказал, что надо рожать по 7-8 детей, как раньше, так как демография падает катастрофически в стране. А на что их кормить не сказал? Чё с ним там бывает? Ну, слушай, ну, блин, чё ты хочешь? Чё здесь нового? Ну, он сказал, он попросил рожать. Ему же надо пополнять. Вы понимаете, мы сейчас, у нас отошло далеко на задний план, да, вот это вот не война наша, и вот это затянувшееся почти на два года СВО. Я как-то один раз послушал совершенно сводки. Я когда-то говорил же вам, да, в самом-самом начале, подождите, вы привыкнете, там, тот город захватили, тот город захватили, столько погибло, столько погибло. Но я не думал, честно, я не думал, что прям это настолько буквально произойдет. Города они захватывают, они захватывают деревни какие-то друг у друга, и при этом на голубом глазу они рассказывают, я один раз вот слушал, на таком-то направлении, там, на южном 290, причем они укронацистов там, нацистов называют их, ну, кем угодно там, врагов этих на сопредельной стороне. Значит, там 290, на этом направлении там, я такой еду на машине, радио слушаю, считаю, 190, короче, я насчитал 900 человек за день, 900 человек. И сейчас они утверждают, что они уничтожают до там тысячи человек за день, украинцев. Сука, подумайте, сколько наших погибает. Ну, даже если не считать, что наши наступают, когда там, допустим, при наступлении там в 3 раза больше гибнут тех, кто наступает, а, допустим, просто обороняются. Если там тысяча, то здесь сколько погибло? Всем похеру, похеру. А я вот сегодня, у меня вчера такой замечательный день был, мы с друзьями ездили за елочкой, срубили елочку, и я там заснял все это. И потом как наряжали там, ну, прям вот классно, красочно. Причем еще мой друг, ученик, он такую музыку ставит, вот ту старую, там, какую-то новогоднюю, там, из мультиков каких-то. Ну, такие прям вот, в тему прям. И мы наряжаем под это дело, и выпиваем по чуть-чуть, мы празднуем, как бы, начало, установление елочки, и все такое прочее. И я вот думаю, бля, такое видео классное. Но вот ты сейчас выставишь, и тебя говном закидают, знаешь почему? Потому что ты срубил елочку. Всем похеру, что, блядь, сколько сотен наших бойцов гибнут ежедневно. Они будут за елочки переживать, зайдите в любое, там, черно-белое, они там за собачек будут переживать, за кошечек будут переживать, за кустики, за цветочки. На людей похеру. Просто никто не рефлексирует и не реагирует. Совершенно. Всем насрать. Так что рожайте, чего, по семь, по восемь, аборты же не зря, как бы, запрещают. Мы куда-то прям движемся в Иран примерно, или в Саудовскую Аравию, приблизительно туда. Что с ценами на яйца? Юрий, все замечательно. Я сегодня купил по 150 рублей за десяток. Я купил два. Раньше они всегда продавали по 70-80, потом, ну, это на рынке, в магазинах там чуть подешевле, а на рынке, они всегда продавали, потом долго-долго продавали по 97-98. Я все время думаю, блин, ну, какая вам разница, нахрен. Чисто психологический порог какой-то. 100 рублей это много. Да 100 рублей, 99-98, это нормально. И прям я каждый раз, вот у меня рубль этот или два суют, я говорю, да не надо, блин, наставьте. Сейчас 150, не 150, 149. Теперь 149, так же я мне этот рубль за десяток яиц впихиваю. Ничего, нормально. Мы пристроимся. Мы просто не жили в 80-х годах, это все было. Здравствуйте, здравствуйте, Михаил Эрисор. А вы тяжелоатлетикой занимались? Да, 10 лет я занимался тяжелоатлетикой. Выполнил, к сожалению, только кандидата в мастера спорта. И потом перешел в гири, там выполнил мастера спорта, и потом только с 87-го года в пауэрлифтинг ушел. Виктор Синдеев не устаю от губермана, за все на евреях найдется судья, за живость, за ум, за сутулость, за то, что еврейка стреляла в бождя, за то, что она промахнулась. Ну и, к слову, говорили, что его Путин рассказывали, ой, Путин, Путин, это по Фрейду, что Ленин ее отпустил, пожалел, сказал, не трогайте ее. Ни хера, где-то там растворили в бочке какой-то. Скажите, ММК спонсирует Катю Зайцеву один турнир в году, не каждый год, это или Мистер Олимпия, или Арнольд Классик спонсирует не ММК, а МРК. Ну, это дочернее предприятие ММК, к сожалению, насрать на Катю, ну, по большому счету и МРК, так, знаете. Ну, нет, мы им благодарны. Один турнир, да, но вот в этом году у нее было 13 турниров. Все 13, все 12 турниров она ездила за свой счет. Где-то 2, наверное, по-моему, 2 или 3 турнира ей оплатили организаторы, потому что Катя это уже звезда, как бы сильнейшая женщина мира, там, в чем-то, в чем-то, сильнейшая женщина России, огромное количество рекордов. Вот, допустим, приглашают, мы вам оплатим, и там, сколько-то денег там дадим, если сделаете рекорд, ну, сколько-то денег, это прям совсем, прям, совсем смешные деньги. Там, 10, 20, 30 тысяч, ну, то есть, на проживание, на дорогу, вот, вот, буквально вот сейчас нас приглашали несколько раз на Звездные войны. Вроде мы друзья, как бы, и нам хорошо относятся, и мы к ним хорошо относимся, к организаторам, но люди не понимают, я уже говорю, ну, вы понимаете, она работает инженером, конструктором. У нее зарплата 30, там, не знаю, 5-8, там, что-то такое, примерно. Доехать до Москвы, если отсюда удастся, потом, это самолет, да, да, а потом до Раменского доехать на такси, это 2,5 тысячи, потом вернуться, тоже 2,5 тысячи, и самолетный билет, там, 15, 17, 19 тысяч, потом проживание, потом питание, ну, даже если будут кормить, ну, ты попадаешь, там, условно, в тридцатник, ну, не имеет она возможности такой. Оплатите, пожалуйста, мы поедем. Ну, как бы, вот, пропустила, не оплатили, не нашли деньги. Поэтому, ну, вот, вот так, со спонсорством у нас очень-очень-очень тяжело. Хотя, иногда друзья, прям наши друзья помогают, когда не помогает комбинат, потому что были, не комбинат, а МРК, потому что были такие ситуации у нас пару раз, когда буквально за 2 недели до, вот, Мистер Олимпия, по-моему, какой-то года, я не помню, по-моему, 21, что ли, или 20, 20, по-моему, она выступала 16, 17, 18, 19 и выиграла, а 20, прям вот за 2 недели, нам говорили, да-да, сейчас-сейчас, мы переведем, да-да, а нам оплачивать надо билеты, там, гостиницу, стартовые отдельно там, и причем мы по самому минимуму всегда просим. И нас просто забрели, но сейчас этого урода нет, который тогда был, по-моему, почему-то начальником отдела кадров, я не знаю, по какой причине. Но вот эта тварь дотянула до того момента, а мы же готовимся, это же усилий хрен знает какие, когда ты готовишься к Мистеру Олимпию, специально несколько месяцев ты готовишься, тебе за 2 недели до этого говорят, типа, он не хочет с вами разговаривать. Секретарь, там, знаете, как сейчас жестко, вы до начальника никогда не дозвонитесь, секретарю, максимум можете написать на почту, ну, почту тоже секретарь прочитает, и он решает, и вот до того дошло, что она говорит, да, соединяю, а потом пи-пи-пи, и секретарша говорит, он не хочет поднимать трубку, и все. Ну, вот так, прям по нескольку раз, она еще упорная, ходит, ну, скажите, или вы не даете, мы не готовимся, или даете. Ну, да-да-да, мы сделаем все, а потом бац, и побрили. Очень часто. Вообще, нам со спонсорами тяжело. Есть частные, я повторюсь, близкие друзья наши, которые там в бизнесе, и которые имеют возможность. Ну, это было там один-два раза, но они просят не афишировать, поэтому мы даже их поблагодарить не можем. Поименно, вот просто говорим, но они стримы эти не смотрят. А так, вообще, им спасибо за понимание, за поддержку. Я вообще не слежу за новостями, после них хочется разбить телевизор, Сергей Иванов. Я с тобой абсолютно согласен, поэтому я его стараюсь не включать. Я сейчас больше в телефоне сижу, но проблема в том, что это тоже нельзя. Альтернативу тоже нельзя слушать. Я раньше слушал либералов, уехавших. Сейчас, ну, я слушаю, конечно, информативно, но с такой натяжкой. Просто нереально. Вот последний какой-то, ну, кто он там, журналисты, наверное, политологи, да, какие-то там, вот их много, там, огромное количество. Вот он дает интервью, там, или в Билд, там, по-русски, или там, в Живой Гвоздь, там, или куда-то там, в какие-то там другие, там, ГРМ, там, ну, куда-то там дает и говорит. Ну, вот, послушайте, сначала, с начала войны у российской армии было официально 1900 танков. И вот, по данным, там, разведки Великобритании, сейчас уничтожено уже 1500 танков. Ну, вот, делайте выводы, у них осталось 400 танков. Вот, как, сука, это можно слушать? Ты даун, что ли, блядь? Ты не понимаешь, что, блядь, за два года на военные рельсы ВПК вырос там в десятки раз, блядь, бюджеты какие-то космические у нас на следующий год на 70% бюджет больше на военные расходы, чем сейчас. Там просто триллионы идут. Неужели ты, идиот, думаешь, что, блядь, они не нахерачили этих танков? Ну, зачем? На кого это рассчитано? На таких же точно тупорылых баранов со стороны Украины, какие сидят у нас в стране. Точно такие же вот стадо овец. Им говорят, ну, вот, считайте, 1900 было, 1500 уничтожили, 400 танков осталось, чуть-чуть осталось, совсем. Как на это реагировать? Вот так реагировать. Не смотреть совсем. Просто, блин, я не знаю, зашориться и жить в своем мире. Я тоже об этом говорил неоднократно. Удивляет, когда человек упал на улице, никто не подойдет, это больше удивляет. Странно, ты как будто не в этой стране живешь. Пусть, Катюша, в IT идет больше денег, работа удаленная, 35, это капец. Но для IT, наверное, надо быть готовым, и ты не думаешь, что тебя прям там ждут с распростертыми объятиями. Ты знаешь, я, кстати, жалею этих айтишников, я думаю, что трындец скоро наступит. Потому что раньше, помните, все там бандиты мечтали, сначала в космонавты все мечтали попасть в СССР. Потом мечтали быть бандитами в 90-е, там ходить в красных пиджаках. Потом все пошли в бухгалтеры, в аудиторы. Там, прям вот это сейчас. И все финансисты, все финансисты, все у нас пошли в бухгалтера. Ну и где они сейчас? Эти бандиты, эти бандиты погоны надели. А бухгалтера, я не знаю, что сейчас делают. Наверное, в пятерочках на кассах сидят. Или подбивают балансы. Екатерина, а Катя не хочет уходить из спорта? А зачем? Мне кажется, у нее все хорошо. Пока со здоровьем. Возраст позволяет. Я думаю, именно бить рекорды. Ей как минимум еще лет пять. Не смотрели сериалы «Слово пацана»? Да нет, я стараюсь что-то наши сериалы не смотреть. Я смотрю западные. И прям они меня очень вкатывают. Сейчас вот смотрел во все тяжкие. Так просто был в восторге. Добрый вечер, Андрей Дуарович. Привет, Владимир. Хороших айтишников не найти. Все мечтают к нам попасть, но работать хорошо почему-то не хотят. Думаю, тут халява. Ну, блин. Как бы хороших ключевое слово. Так. Сейчас я еще вопрос посмотрю. По поводу Кореи, про патриотизм. Я вот обратил внимание. Такой интересный момент. Сейчас пропаганда, она так все врубает, врубает все обороты. Поздновато, конечно, уже. Ну, молодому поколению я вот выставлял, как их заставляют на линейках, гимн России, переделанный гимн Советского Союза. Мне такой анекдот понравился, блядь, вообще прям. Вернее, может это и не анекдот, я не знаю. Про гимн России. И Михалков же его написал, да, и первый вариант Советского Союза, и второй написал. И потом, после смерти Михалкова, говорит, у него нашли 17 вариантов гимнов, в том числе 5 на случай победы и гитлеровской Германии. Мне очень понравилось. Это прям, прям про Михалковых. Один в один. А по поводу Северной Кореи, в которой мы движемся, я что еще вспомнил, вот смотрел. Казалось бы, я очень люблю старые черно-белые фильмы. Там, ну там, весна на заречной улице, там, высота. Ну, какие-то вот в том направлении, там, конец 50-х, 60-е годы, там. И, ну, сейчас я смотрю их немного по-другому, потому что я везде слышу пропаганду. Она как-то завуалирована, но она везде есть. Там, что рабочие, вот это наша сила, это там наше то-то-то-то. Ну, вот что-то такое, постоянно, обязательно должна быть какая-то красной нитью пропаганда идти. Не просто развлекательный фильм, даже если это комедия. Там обязательно должна быть пропаганда. Здесь вот я совершенно случайно включаю, просто наткнулся в предложках на какой-то режиссер женщина. Ну, она и актриса вроде была, я посмотрел ее, не знаю, какие фильмы она снимала, я не знаю. Но она там и государственная премия у нее была, какая-то прям очень хорошая режиссер какая, режиссер женщина. Но, по всей видимости, как многие там великие, она немножко странноватая была, закрытая там, может не странноватая, может закрытая просто. И не особо общалась. И вот в какой-то момент фильм рассказывает, документальный, о ее жизни, как она закончила. А закончила она, а, у нее дочка Анастасия. Помните, такая певичка была? Наверняка я не помните. Ну, вот это Анастасия сейчас такая обрюшая, неприятная, ну, где-то поющая еще оказывается. Она дает интервью, короче, у нее, по всей видимости, там деменция, может, была что-то такое. И вот она уехала под Ржев, купила там себе домик, и там в одиночестве хотела там жить, чтобы ее никто не трогал, там работать, может писать, что-нибудь она, может, писала. И потом в какой-то момент она там пропала, ее где-то в психушке мертвую нашли там, а до этого звонили со скорой помощи, ее забирали. Ну, такая какая-то грязноватая история, но дело не в этом, подтекст рассказывает. Тогда, когда она поехала под Ржев, было несколько причин. Она хотела остаться уединиться, хотела ближе к природе. И, возможно, возможно, у нее была еще одна очень серьезная причина. Под Ржевом погиб ее дедушка по материнской линии. И она его искала. Вполне возможно, что поэтому она поехала туда жить, в деревню какую-то, под Ржев. Потому что где-то погиб у нее во Второй мировой дедушка Великой Отечественной. Вот это подтекст, это идет вот это пропагандонство, промывание мозгов. То есть тут еще обязательно надо добавить святое. Не просто она там была, там, может, кукушка у нее по старости съехала, или она просто устала от мира и хотела отдохнуть. А она поехала туда, потому что там погиб у нее дедушка. Это же святое, это скрепы. Вот эти скрепы обязательно нужно, сука, степлером скрепить все это. Прилепить везде, где надо и где не надо. И вот эти вот уроки, которые сейчас вводят, и вот эти песенки, которые, блядь, дети, я уверен, ненавидят. Я в видео, кому интересно, посмотрите, я выставил. Это мой друг скинул. Причем он живет как бы в Крыму, и он такой, и удалил. Он скинул и удалил. Я говорю, а поздно, я уже выставил у себя. Ну там никто никого, ну кто скинул, хрен знает, кто там из этой толпы его ребенок. Но он уже боится. Он уже опасается, что его могут подтянуть за издевательства, за какие-нибудь там фейки, за экстремизм. Могут подтянуть. Людям уже мозги промыли. И вот они там стоят, вот это вот. Я даже слов не знаю, но для меня вот это вот союз нерушимый, республика. Вот это дети маленькие, блядь, стоят, поют. Это все из той же оперы, с Северной Кореи. Прям туда несемся. Так, здесь все. Здесь я все по вопросам. Сейчас я вернусь в чат. Тяжело, Олимпия, классик Арноль, тоже коммерция, но там держит под контролем. Сергей, ты слишком часто пишешь. Привет, Воронежа. Да-да-да, Анастасия Юлиан. И, кстати, Юлиан тоже был там, тоже давал интервью. Ну вот, ребята, все. У меня вопросов больше нет. У вас тоже. Поэтому давайте будем прощаться. Я думаю, даже я сегодня как бы даже долго пообщался с вами. По спортивным новостям у нас пока ничего нет. Сегодня вот в городе проводился турнир какой-то. Да, его должны были проводить по НАПУ. Но я там как бы запретил. И они проводят. Ну, почему? Потому что там как бы неподготовленные они совсем были. Там с судьями совсем. Ну, вроде вот они мне отписали. 60 человек прям. Ну, здорово. Ну, молодцы. Может, я устал, честно говоря. Я не хочу. Я буду один турнир проводить, посвященный Диме Луневу. Своему ученику и другу. А на остальные у меня сил не хватает. Ну, слава богу, что у молодых есть еще какие-то силы, какие-то желания. Поэтому они что-то проводят. В общем, наверное, у нас команда спортивный год закончила в Салавате. И Катя в Суворове. И до новых встреч. До следующего года. До весны. Может быть, я начну потихоньку подтягиваться. Всем пока. С вами был Андрей Полей. И спасибо за потраченное время. До встречи.